Сегодня поздравления принимают метеорологи. Профессиональный праздник учрежден по инициативе Всемирной метеорологической организации под эгидой ООН в 1961 году. О трудовых буднях тех, кто знает о погоде, все в следующем материале. Рабочий день метеоролога начинается ровно в 8 утра с приема смены. Далее в 8.30 следует на площадку, где собирает данные, необходимые для обработки. В 8.50 необходимо вбить собранную информацию в специальную программу. В 9.02 выдается синт-телеграмма, которую специалист проверяет и отправляет в Архангельск. За смену метеоролог сдает 4 синтематических срока. Работа требует большой концентрации внимания и серьезности поставленной задачи. Однако бывают и веселые моменты. А еще у нас бывают такие казусы, например, когда говорят, расскажите нам, пожалуйста, что будет там на ближайшее время. И мы начинаем говорить прогноз погоды, который к нам приходит бюллетень. Мы же сами прогноз погоды не делаем, это делают специальные службы. И некоторые говорят, что нам бы хотелось, чтобы завтра было минус 7. Вот тут мы ничего не можем. Мы говорим, что у нас прогноз тот, который есть. Но очень многие заказывают погоду. Например, нам надо завтра, чтобы такой ветер был. Ежедневно два раза в сутки в 14.30 и в 2.30 по всему миру в небо взмывают шары с радиозондами. Подготовка к выпуску идет серьезная. Оболочку разворачивают. Присоединяет насос с водородом. Когда шар поднимается на метр от земли, его фиксируют. Затем в точное до минуты время выпускают. Далее через программу от точки запуска идет движение радиозонда, который показывает основные метеорологические показания, как температура воздуха, влажность, атмосферное давление, направление и скорость ветра. Сейчас прибор находится на высоте 2844 метра. Температура воздуха минус 16 градусов, влажность 50%. Скорость ветра при этом 20 метров в секунду. Возглавляет Наринмарскую метеостанцию Людмила Севастьянова. Еще будучи студенткой геологического факультета, она решила взять себе тему курсовой, виды льдов и их классификации. Вникнув в суть работы, Людмилу, как говорится, затянула. Поэтому и курсовая, и дипломная были связаны с метеорологией. На этом тогда еще студентка не остановилась и решила пройти конкурс в экспедицию. На 21 день. И когда я уже была в экспедиции, день, наверное, на 10-й, я поняла, что я в любом случае буду работать на метеостанции. Вопрос времени только когда. Когда я вернулась с экспедиции, я уже, наверное, через несколько месяцев увольнялась с предыдущего места работы и устраивалась в ФГБУ Северный УГМС, где, в общем-то, и сложилась моя такая карьера за вот эти пять лет, которые я уже работаю. Два месяца Людмила была учеником. Далее уже получила должность техник-метеоролог. Работала на станции имени Попова, расположенной на острове Белый. Затем на острове Мудюк, Виза и земля Франции Иосифа. Чуть позже Людмилу Севастьянову пригласили в столицу Заполярья на Ринмар. Я даже не знала, что есть такой город. Я не знала, как здесь работают, какие люди здесь работают. Но когда я приехала, город мне очень понравился. Место работы мне очень понравилось. Я себя здесь чувствую, как рыба в воде. У нас здесь полностью практически поменялся коллектив. Я не знаю, хорошо это или плохо. Мне очень хорошо. И всех своих сотрудников я очень люблю, уважаю и ценю каждого из них. И оцениваю вклад в работу именно каждого сотрудника. Работа метеорологов сосредоточена на наблюдении за изменениями в атмосфере. Они используют самые различные методы и технические устройства. Специалисты занимаются не только составлением ежедневных прогнозов, но и предупреждением стихийных бедствий. Кроме того, их участие незаменимо в исследованиях состояния окружающей среды, уровня ее загрязненности. В настоящее время у нас нет таких сотрудников, кто бы у нас попал сюда не то, чтобы случайно, то есть не хотя работал. Вот в настоящее время я могу сказать, что нет таких сотрудников. Все сотрудники, которые у нас здесь трудятся, они любят свою работу, они понимают всю ответственность. И они настолько тщательно подходят к работе, что меня это настолько устраивает. И я действительно ценю каждого сотрудника, который работает на метеостанции нашей. Добавлю, профессия метеоролог является одной из самых востребованных в России. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Телеканал Север.